Пустые прилавки, отсутствие кораблей на пирсах и снижение турпотока. Всё это уже в самое ближайшее время может стать реальностью для населённых пунктов на берегу Байкала. С 1 октября на озере запрещён вылов омуля. О его последствиях первый материал выпуска. Дым от домашних коптилен разносится почти из каждого двора. Без запаха рыбы уже нельзя представить эту улицу, как, впрочем, и всю Листвянку. Однако уже в ближайшее время аромат омуля может исчезнуть. С 1 октября запрещён вылов этого эндемика в Байкале. Причина — сокращение популяции. Продавцы готовятся к худшим временам. Визитная карточка Байкала — это омуля. Все едут сюда именно отдыхать, именно омуля едят. Остальное, ну там, да, я не спорю, приезжают, берут, там, СИК, Харюс, ну, всё-таки не то. Первыми серьёзно пострадать могут местные жители. Ведь добыча рыбы у многих — единственный заработок. Но прежде чем эндемик попадёт на прилавок, он проходит по целой цепочке. У нас Листвянка вся живёт на этом. Не только мы этим живём. У нас есть другие работники, которые коптят, готовят эту рыбу. Очень много останется семей без работы. Вот для меня это единственный доход. Ждут потерь и владельцы судов, поскольку осенью они возят туристов на рыбалку. Вода остывает, и со дна поднимается планктон — кормовая база для рыб. А сейчас из-за запрета капитаны судов потеряли постоянных клиентов. И готовят свои катера к зиме задолго до наступления холодов. Люди ездят рыбачить за деньги. Но они рассчитывают на это. Они приезжают, они платят деньги. Мы их везём, они рыбачат. А сейчас этого не будет? Ну, конечно, не будет. Ведут такие санкции, штрафы. Кто же поедет? Кто не поедет? Под ударом и туристическая привлекательность региона. Для посёлка путешественники — золотая жила. Они приносят доход в местный бюджет. В Листвянке только начали развивать событийный туризм. Стали проводить фестиваль Омуля. Чтобы не терять заработок и клиентуру, многие могут пойти на браконьерство, прогнозируют эксперты. И вполне возможно, Омуль будут продавать, что называется, из-под полы. А это значит, у продавцов не окажется документов на товар. И его качество никто не сможет подтвердить. Поэтому контролировать соблюдение запрета будут сразу несколько ведомств. Все работают в одной этой связке по охране Омуля. Почему? Потому что, допустим, у МЧС есть такой, как ГИМС, да, который следит за нахождением лодок на воде. Если лодка не оформлен, подозрение, допустим, есть, что они браконьерят, они же могут остановить. Есть там обнаруженные сети, рыба, могут быть вызваны сотрудники рыбоохраны, сотрудники полиции, которые совместно все это оформят и все это сделают. Поэтому почему и проводятся штабы именно всех структур. То есть там определяется, что у рыбоохраны чего-то нет, есть в МВД, в МВД чего-то нет, есть там у ГИМС, еще у кого-то. И в целом, как бы, система, она работает. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 5000 рублей. Также придется заплатить и за каждую пойманную рыбу от 250 до 500 рублей. Сейчас обсуждается вопрос увеличения этих сумм в разы, ведь размер штрафа не менялся уже 17 лет. Запрет на вылофомуля введен на неопределенный срок. Решение отменят лишь при увеличении популяции эндемика. А когда это произойдет, спрогнозировать не берется никто. Павел Марчуков, Андрей Назаров. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова